Добрый вечер! 71-ю годовину «Перамоги» у Гомелесустрели массовым шестям парадом «Пераможцов», шматликими концертами, массовым представлением «Трыумф Перамоги» и реконструкцией одного започных бою Великой Чыной Войны. Прыгает мурашистости проходят за одночасового у всех районов города. А в самом важном и интересном в материале Олега Сентюрова. Есть свято, которые не означают только по так называемых круглых датах. День Перамоги именно такое свято. 71-я годовина, 9 мая 2016 года. 9 мая – день нашей военной славы и гонору. Отдать Данину Паваге здействованному подвигу у Гомеля собрались больше 8 тысяч человек. На жаль, с кожным годом удел в урочистовствах, примая у всё меньшая колькость непосредных фронтовиков. По стане здоровья, первоважной большинстве ветерану войны заразы к минимуму 90-х годов. Стать у святошенную колонну могут не все. Кавалер шасси боевых орденов Фёдор Авдеенко напереды Дня Перамоги вернувся со шпиталем. Ли не прийти на урочистовсе, кажется, просто не мог. Бо и сё не лечить себе у строим. Но море войсковых подразделений, где закончил бои, памятая так само доброе, як и тады у мая 45-го. 34-й гвардейский вистинский орденов Сувора Кутузова артиллерийский полк, командир взвода разведки полка, лейтенант гвардии лейтенанта Авдеенко Фёдор Самойлович. Сироту денников урочистого шестя, керавництва в области города, простовники працонных коллективов и войсковых формирований у ветераны Великой Ачины, двухкилометровый адресок от площади Повстания до площади Ленина, где традиционно проходить гэтое мероприемство, с тяжкостью умещая усих жадающих, день Перамоги сопрадывся народное свято. Кветки и слова подяки ветеранам Великой Ачины и вся гульный гонор за наших солдат-пераможцам. Сегодня у Гомио шмат помненьку присвеченных падеям Великой Ачины, але мемориал «Вечный огонь» займает сироты их бадай центральное место. Миновито сюды пришли у денники урочистых сил кападать Данину Паваги героичному минулому. У истории Великой Ачины Гомио застанется як опошний город Беларуси, який с долю захапись ворох. На его улице оккупанты трапили только 19-го жнивня 41-го. И еще об одном факте тут узгадывают у день Перамоги. У лепени 41-го, хоть и часова, але червоная армия у першыню вызволила два города Советского Союза – Рогачев и Жлобин. Так починался шлях до Перамоги. Мы всегда встречаем 9 мая свой праздник. Но правда нас уже мало осталось, уже когда-нибудь мы станем реликвией. Потому что почти никого не осталось. Я своих друзей уже всех похоронил. Остался один я. 90-то годов мне сейчас. Свято гэта кветки с гэтым ствердженем на врате, кто будет спрачаться. В Гомском Паласово-Парковом ансамбле гэтым словом дали практичное усабление. Наполено тысячи кветок стали не только упражнением Центрального парку, але и своей саблевым подарунком усим гамильчанам и гостям города. У гэта дзінь у вугулі кожны мог знайти для себе нешто цікавое и запаминальное. Им очень нравится, как все организовано, что очень много дзятей задействовано в данном празднике. Очень патриотично смотрится. Выставы техники и мастер-классы, демонстрации военной сброи и массовое святотриумф и рамоги. Программа различена на людей у сих взрослых и самых розных густов. Хоть шмат, кто пришел не только нешто обажить, але и самим принять у мероприемства самый непосредный удел. Взяли цветочки, нарезали тюльпанчики. Мы много с собой взяли и мы каждый цветочек дарили ветеранам, которых встречали на своем пути. Ребенок понял, что это праздник, потому что цветы дарят по праздникам. Я ему объяснила, что ветераны – это наша победа. И мы всех благодарили. Кого видели, когда цветочки закончились, мы говорили просто спасибо. Чарот центральных падей святочных урочистых сил. Реконструкция одного сбою в Великой Отчины на набережной Ракисош. На некий час это место переутворилось в один из пригородов Берлина 1945 года. Худельники сражения кажут, что это место вельми добро подходит для таких реконструкций. После завершения реконструкции, которую организаторы констатуют, у себя трымалося. Это первый опыт такого массового представления у Гомеля, а не опошный. Только в этом году такие реконструкции отбудутся, как минимум, еще двойцы. Нам бы очень хотелось провести уже ежегодно и второй год подряд это освобождение Гомеля. Ну и в этом году, вы знаете, что годовщина, начало, наверное, траурная годовщина, начало войны, в первую очередь, юбилей, скажем. Поэтому я думаю, что будет что-то по 1941 году. 9 мая у областного музея военной славы «Аншлаг», жадающих тропить вельми шмат, причем практически все пришли с детьми. У першиню работники музея открыли для наведывальников место в самолете. Теперь каждый может не только поглядеть на боевую машину, а и посидеть в кабине пилота. День перемоги напыл на один день в году, коли заборона на технику не уздыматься, не дейничая. 9 мая практически все экспонаты на открытой присутствии Гомельского областного музея военной славы оказались в распораджении детей. По великим рахункам, это не просто интересно, это еще и эмоциональный, выховавший патриотичный момент. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Парад переможцев отбылся у Гомеля. Тысячи же хоров города прошли палей героев с портретами своих родных, які проймали удел в Великой Ачинной войне. Так само подчас акции запалили факелы и перемоги, які отправилися во усе районы Гомельской области. На урашистостях побывал Максим Савин. В мае 1945-х советские солдаты переможным маршем дайшли до Берлина. Про 71 год их нашатки, унуки и правнуки, вышли на парад переможцев. Кап подвиг героев не был забытый. Патриотичная акция «Парад переможцев» стартовала в 2013-м годе. Шестям напереда дня перемоги сегодня обмяжовывается. За этот час акция хопила усе районы в области. Проходили выставки, круглые столы, встречи с ветеранами и многое іншее. За каждой из этих фотографий, які несут гомельчане в своих руках, особистая история войны и подвигу. Як з элементов пазла, з них складается подвиг целого народа. Картина эпохи мужности и боротьбы с захопниками. Гомельчанин Эдуард Олесенко пришел на парад переможцев с унуком Кирилом. Каже, как хлопчик ведал историю своей семьи и своей родимы. Мать и батька Эдуарда Емельяновича – фронтовики. До речи, на груди хлопчика медали прадеда и прабабки. Самый дорогий из них медаль за адвагу. На фотографии вы видите, это моя мать и отец. Отец участвовал в войне с 1938 года, в Советско-финской войне, затем прошел всю Отечественную войну. За освобождение Кавказа награжден медалью и также награжден орденом Красной звезды за отвагу и за боевые заслуги. Моя мать тоже участвовала в войне с 1943 года. Она была еще девчонкой, воевала в Первом Белорусском фронте, в Втором Белорусском фронте, дошла до Берлина. Вот правнука медаль ее висит за взятие Берлина. Перед початком шести ветераны запалили факел Перамоги. Его огонь будет доставлен в каждый район Гомельской области. Это заходный пункт акции «Факел Перамоги». Финишой она в День незалежности. Акция проходит уже четвертый год за пар, и каждый раз являются новые мероприемства и традиции. Наши активисты посетят воинские захоронения, проведут субботники, встретятся с ветеранами и окажут массу благотворительных дел тем, кто сегодня так нуждается в этой помощи. Завершился шерах мероприемства на аллее героев акции «Гомель памятая». С запаленных лампадах гемельчане склали фразу «Нихто не забытый». Это не только поддяка за подвиг, но наказ самим себе. Чтобы история не полторалась, я ее треба памятать. Максим Савин, Яуген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». У Беларуси взброенными силами республики протягиваются пошуки места у стихийного похования солдат Великой Айшиной. Займается этим 52-й, особенно специализованный армейский батальон. Перед днем перемоги войсковцы этого подразделения вели раскопки на Гомельской земле. Репортаж Александра Гамоли. Это уже третий выезд пошукового батальона у Гомельскую в область за опошние два тыдни. Минашукальник, рыдлевки, респираторы, пальчатки, рабочий арсенал войсковцев. С початку саковика яны починают ездить по всей республице. Для военнослужащих 52-го, особенно специализованного армейского батальона, война никогда не будет завершена, пока не будет знайден опошний солдат, который взмахался за вызволение нашей родины. Увезцы Орлендского Гомельского района и окрас на 5 дни Великого Святого. А то дня перемоги, этими людьми были знайдены останки девяти солдат червонной армии. Имены и прозвищи солдат, на жаль, останутся неведомыми. На месте изнаходжения останков не оказалось особистых медальонов. Дарыш и зараз про 71 год. После закончения войны редкие раскопки сопровождаются установлением особистых, даденных загинувших солдат. Если такие медальоны посмертные обнаружаются, то они в основном находятся в области таза бедренных суставов. Устанавливают семя советского военнослужащиха зараз и у Добрыши. Тут, напереда Днемайских святов, у дельники пошукового батальона достались земли останки солдата, якуха поховала на своем огороде Жихаркара и Центра. Документы в 43-м передала у военкомата. На месте похования поставила невеликий намагильный помник. Обучинку вспоминая унушка жанчины. Во время войны еще моя бабушка вместе со своим братом, они захоронили здесь военнослужащего, было отступление со стороны, и погиб солдат, они его захоронили. Документы, которые остались, были переданы в местный военкомат. Но документы во время войны были, все это потерялось со временем. Загинувший войсковца – молодый солдат рабочо-селянской червоной армии. При им были знайдены военные речи – противогаз, точильный брусок, фрагменты зубной щетки, рубашка дручной гранаты, бритва небезпечная, пенал для ей шмачагу инжага. Максима знайдена после рестаурации передадут в музей. По причине смерти могу пояснить, что на черепе имеются следы воздействия как пули, так и осколка, который мы обнаружили в полости черепа. Ничто не забытое, никто не забытый. Изнайденные останки будут у рачиста перепохованы, а у одной из братерских могил Добружского района. На додинный момент в Украине проведено больше тысячи подобных церемоний. Подвиг воинов-вызволителя у склада на операционите. В нашей республике победа досталась очень большой ценой. Это жизни воинов, которые отдали свою жизнь в победе, к которой они стремились на протяжении более четырех лет. У агрогородку Луковью Штупобош с поселком Биаросских год Тамура конструовали мемориал советским воинам. Сегодня тут собрались школьники, студенты, представники организации, местовые жихары, кировництво района и ветераны. Замечательная атмосфера. Молодежь замечательная. Если она усвоит наши заветы, беречь мир, совсем молодец будет, молодежь наша. Очень хорошая молодежь. Она более талантливая. Она нас переросла уже. Спасибо за всем, что не забываете нас, что чествуете так ветеранов. Большое спасибо вам. С праздником вас. На территории Луковского сельского совета засталося усягова 17 судельников Великой Айчиной. Пять из их фронтовики. Многие пришли на свято не без иншей допомоги. Але покуль ее силы, гэтые люди за уседы будут самыми гоноровыми гостями любого урочистого мероприемства. Народ не перемахчи, покуль он памятая свое героичное, историчное минулое своих батьков. Дядов и прадедов, які змагалися за вызволение родимы. И вось одновленная братерская могила везцы Бяроски Гомельского района я ше один добрый приклад поважливого ставлення до воинов-вызволителев, які ишли до великой перемоги долгие и нелегкие 1418 дзен. Александр Гамоля, Максим Славин, Телерадо, компания «Гомель». Ни один удельник Великой Айчиной войны не повинит застаться без уваги. Подарунки, кветки и словы подяки от простонников лады регионов в этой дне отрымливают гомельчанки, які в свой час наближали дату великой перемоги. Подрабязнасти у Ганы Ковалевой. Явгения Нестерауна Бабарыкина на Дальний-Всходний фронт трапила, коли ей было усяху 17 годов. У составе пяхотного полка пройшла десятки километров, затем працавала машинисткой. Зараз ей 92 годы. Кажа, военный час покинул отбиток на здоровье, а вось память и до этого часу бездакорно заховывая усе на вот самые дробные детали того часу. Служила на Дальнем Востоке, с японцами воевали. Ну вот, это такая радость была. Все мы выскочили, так радовались. Выскочили из этих землянок и так радовались. Война кончилась, кончилась война. С подарунками, кветками и словами подяки на перед дни Дня Перамоги Явгению Нестеровну пришли повиншовать помощник президента Александра Турчин, наместник старшини Гомельского облого конка Мау Владимир Прывалов и старшиня комитета по праце, занятости и социальной обороне насельництва облого конка Ма Петр Савицкий. Присустречи, истории минулого, старые фотографии и эмоции, як радостные, таки крыхусумные. Дарыча память об героичным минулым Явгении Нестеровны зараз заховывая орден Айчинной войны. У тяжким 44-м яна сустрела своего мужа, так само военного. После 45-го яны разом протягнули здесь нять подвиги уже на ниве мирной працы. Яна на фабрице «Спартак» и он на будовництве таких объектов, як химичные, литейные заводы, саугасберозки и навод телевизийная вышка. Я считаю, что с такими людьми необходима встреча нашей молодежи, чтобы они действительно из первых уст услышали, почувствовали, какова была жизнь. Мы благодарны этим людям за то, что они на сегодняшний день то, что они сделали для нас. Вот встречая нас, воочию рассказывая то, что было, то, что нас сама пережила. Свою историю життя в этот день расповела и любовь Алексеевна Нятупская, якая так само сустрела гостей. На фронт яна поишла доброохвотникам, кальёй было крыху больше за 22 годы служила связисткой. Причем у нож капитуляции у Збройных сил Германии яна была якраз на працанном месте и одной из перших отримала дохачаканную вестку об закончении войны. А как чувства были, когда узнали, что война закончилась? Ну, господи, радость, конечно, была необыкновенная. Что говорить, радость необыкновенная была. Всё. Ну, а в основном, конечно, мы уже предполагали, потому что, собственно, мы же накануне-то связывались, все телеграммы передавали. Боевых почти не было сводок. Причувствовали, во всяком случае, окончание войны, потому что мы – самый мир в армии, связь – это всё. Ганна Ковалёва, Максим Славин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Выставу знакомитых годинников «Перамога» каждый жадающий сможет убашить в Музее истории города Гомеля. Экспозиция, которая просвещена Дню Перамоги, будет находиться во установе до 22 мая. Больше за 50 годинников марки «Перамога», проставленных на выставе, належит гомельскому коллекционеру Миколаю Лобанову. Сгодная историческим звездкам, назву и характеристику годинников затвердил Сталин в 1945 году, после закончения Великой Отечественной войны. Про сгод была организована массовая вытворчасть. У Советском Союзе такими годинниками узнагородживали ветеранов войны и передовиков працы. Самый взрослый экспонат на выставе был сделан в 1948 году. На особном стенде можно убачить так само трофейные годинники из Германии, Польши и США. Часы марки «Победы» усовершенствовались в 50-е и 60-е годы. Названия были всевозможнейшие. В 1957 году, когда был фестиваль молодежи студентов, специально была сделана большая партия для гостей Москва. Отличная работа «Победы». В 1961-м полетел Гагарин в космос. Появился Восток. Он отличался от «Победы» тем, что к нему добавили календарь цифровой. Не недели. Телерадо компания «Гомель» веншует у всех же хоров в области со святым перемоги. Мы жадаем вам мирного неба, счастья и добробыту кожной семьи. А на этом по кулюсе, за развитем падей, сашите по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин